Этого заседания антитеррористической комиссии еще несколько дней назад не было ни в расписании губернатора, ни в графике силовиков. Внеплановое совещание начинает с минуты молчания в память о погибших в метрополитене Санкт-Петербурга. 3 апреля взрыв в вагоне метро унес жизни 14 человек, ранены почти 50. Не успев прийти в себя от питерских событий, на следующий день понервничать пришлось и краснодарцам. Во вторник утром поступил сигнал о минировании одного из торговых центров. Всего за 10 минут эвакуируют больше 4000 посетителей и сотрудников. Оперативные службы отреагировали мгновенно. После тщательных проверок с облегчением выдохнули. Тревога была ложной. Это дело рук телефонного хулигана. И, казалось бы, к такому в торговом комплексе уже привыкли. Это чуть ли не пятое лжиминирование за последние два года. Реагировать на подобные сообщения и в дальнейшем будут со всей серьезностью. Но наказание к таким телефонным террористам должно быть жестче, считает руководство развлекательного центра. Возможно ли вот того товарища, которого поймали вчера, ну хотя бы минимальный, но реальный срок, чтобы он получил. Потому что сейчас каждый считает, что он может вот так позвонить, вот так что-то сказать, организовать вот такое вот мероприятие нештатное и после этого отделаться легким штрафом. Я сейчас стараюсь статьи 205, которая предусматривает ответственность вот за те действия, которые были совершены. Но в ней необходимо, чтобы своими действиями злоумышленник причинил ущерб более 1 миллиона рублей. Вот вы сейчас отберете от предпринимателей, которые у вас там есть, от всех заявлений. То, что каждому из предпринимателей принесен ущерб там 15-20 тысяч рублей, чтобы в общей сложности это выходило в более миллиона. Тогда у судьи есть реальная возможность назначить лишение свободы. Баловство телефонных хулиганов не должно стать поводом, чтобы снизить бдительность, требует Вениамин Кондратьев. Меры безопасности должны быть усилены во всех общественных местах. Глава региона требует проверять все подозрительные сумки и коробки, обращать внимание на странно одетых людей. Металлодетекторы не должны стоять просто, как предмет интерьера. Рядом с ними нужны сотрудники полиции или ЧОПа, которые будут реагировать на каждый сигнал. Металлодетектор воспринимается уже как элемент декора, а не как способ, на самом деле, противодействия тому, чтобы что-то пронесли на вокзал, в торговый центр. И кто-то идет через нее, кто-то идет рядом. Если даже заморгало, тот, кто рядом с рамкой стоит, он даже головы не повернет. Ну, давайте задумаемся, это же наша безопасность, наших детей. Если вот такая горе-охрана стоит сегодня на входах в торговые центры, на вокзалы. Ну, еще вокзалы, аэропорты, там порядок навели. А торговые центры, я еще раз подчеркиваю, это ЧОПы. Что они там есть, что их там нет. Ну, вот наше безразличие позволяет этим ЧОПам так охранять. Особое место в вопросах безопасности отводят профилактической работе. Ей занимаются в каждом блоке силовых структур. И в первую очередь правоохранители надеются на бдительность и внимательность самих жителей. Я ориентирую прокуроров на работу профилактическую. Заниматься гражданами, проводить приемы, выслушивать, принимать необходимые меры, для того, чтобы та социальная напряженность, которая может зреть, она сходила на нет. А чтобы эти граждане уже были нашими помощниками. Многих людей при взрыве в метро Петербурга спас машинист. Он принял правильное решение – не останавливать поезд и продолжить движение. Ведь из тоннеля сложнее эвакуировать пассажиров. Подробный план действий, что делать в нестандартной ситуации, должны знать все перевозчики, говорит заместитель губернатора Андрей Алексеенко. Водители автобусов проходят инструктаж формально. Ну и толку, что они имеют листок или памятку, как действовать в чрезвычайной ситуации внештатной. Когда она случается, ему не до чтения. Свой порядок действий каждый водитель должен знать, от зубов отскакивать должно. Что он должен в этом делать. Как поступать в той или иной внештатной ситуации. В зоне пристального контроля все вокзалы и аэропорты края. От центральных городских до небольших сельских. Пункты досмотра, видеокамеры должны быть абсолютно в каждом, требует глава региона. Там, где явно нет никаких попыток категорировать, просто надо закрывать. Здесь не надо никого жалеть, никого уговаривать. И входить ни в чьё положение не нужно. Кто бы ни был хозяином автостанции, муниципалитет, частника, кто угодно. Я ещё раз подчеркиваю, что нет цены в человеческой жизни. Чтобы сохранить статус безопасного региона, на чеку нужно быть всегда. Не только после террористических атак, заявляет губернатор. Уже через месяц на Кубани стартует курортный сезон. А это удвоенная нагрузка на правоохранителей. Полицейским помогают казачьи патрули. Их численность нужно наращивать, заметил Вениамин Кондратьев. Но прежде всего не оставаться равнодушными должны сами жители. Ведь безопасность родного края зависит от каждого. Мария Крошина, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань, 24, Краснодар.